Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня мы решили насладиться кофе вот в такой вот неформальной обстановке и рассказать вам о некоторых интересных фактах и событиях. Вот и наступил долгожданный май, время, когда в нашей стране празднуется главный, наверное, для каждого россиянина праздник, День Победы. Вот интересно, для каждого. Знаешь, мне иногда кажется, что для молодежи это просто еще один повод не пойти на работу. Мне кажется, об этом стоит спросить у самих рязанцев. 9 мая это праздник. Я считаю, что каждый должен помнить такую великую дату, потому что это очень важно для истории нашего народа. То, что люди считают выходным, я считаю, что это неправильно, но как вот празднуют люди 9 мая? Конечно же, обязательно нужно сходить на парад. Далеко не обычный выходной. Я считаю, что каждый должен с уважением относиться к этому, потому что все-таки наши деды и бабушки, то есть они сражались не просто так, они сражались за мир, чтобы у нас вот сейчас, каким мы сейчас есть, таким, чтобы мы выросли, были здоровы, чтобы просто они нам дали жизнь на самом деле. Ну, конечно же, это праздник, потому что, как мы отдаем дань своему поколению, мы должны о них помнить, об их замечательном подвиге. И, как всегда, традиционно мы с семьей собираемся всегда и вместе, либо проводим это время на природе, но никогда не забываем об этом празднике. Ну, как бы то ни было, но и на сегодняшний день большинство событий, которые происходят в нашем городе, все-таки приурочены именно к одним Великой Победы. Да, эту войну запечатлели и в кинематографе, и в песнях увековечили, и, конечно же, художники тоже не могли обойти ее стороной. Заходя в один из рязанских банков, создается впечатление, что вы попали в картинную галерею. Вас встречают сосредоточенные лица ветеранов Великой Отечественной войны и праздничные натюрморты. Именно здесь, а не в музее или картинной галереи, открылась выставка художника-монументалиста Олимпиады Бусыгиной российскому солдату «Поклонись». Сделано это не случайно. Выставочный зал, надо идти, собираться туда. И очень часто получается так, что собираешься ты, собираешься, а собраться ты так и не можешь. Здесь вот эта площадка тема хороша, что нужно. Это здесь рабочая площадка огромного количества людей. То есть они желают или не желают, они должны сюда приходить. И вдруг они еще сталкиваются с тем, что для них кажется некогда. Да, красиво, да. И вдруг они это видят. И вы знаете, это вот даже вот это вот очень хороший момент. Олимпиаде Бусыгиной уже за 80, но ее творческой энергии может позавидовать молодой. Сегодня она думает о том, что нужно торопиться запечатлеть лица тех, кто стал свидетелем этой страшной войны и великой победы. Хотя за свой творческий путь, через свои работы она рассказала людям не одну историю этой войны. Ведь за каждой картиной стоят судьбы реальных людей. Это самая грустная работа, когда два молодых человека на фронте, один из них погибает, а другой всю жизнь его любит. Женщина со столь печальной судьбой, изображенной на картине, снайпер. За годы войны она сняла четырех немецких стрелков, тогда как уничтожить даже одного считалось подвигом. Ну а теперь в ее жизни только воспоминания, фронтовые письма, фотографии любимого, а рядом пустота. Помимо портретов на этой выставке представлены и натюрморты, но даже они призваны напомнить нам о великой победе. По теме праздник и цветы неотъемлемы. Причем у Олимпиады Саны натюрморты, они тоже монументальны. Она художник-монументалист. И она подает обычные цветы со смыслом. То есть это цветы не на день рождения. Это цветы не для ребенка. А вот смотришь на этот тюрьмор, ты чувствуешь торжественность. Когда началась война, Олимпиаде Александровне было всего лишь 11 лет. Но в ее памяти не осталось страшных воспоминаний. И ведь в детстве все воспринимается гораздо легче. Я тогда представляла себе, что война – это театр. В детстве легче все. Там все легче, как само собой разумеющееся. И стояние за хлебом, ночными там очередями. И битва за этот хлеб. Ну, с какой радостью мы смотрели на продавца, который разливал масло по бутылкам. Сегодня Олимпиаду Бусыгину переполняют творческие планы. Ну, а зрителей благодарность за ее труд и за память, которую она сохранила для потомков в своих картинах. Ну, наконец-то все вокруг зеленеет, распускаются первые листочки. А то на голые деревья смотреть уже порядком надоело. Не говори, Ирина, я вот в прошлом году примерно в это же время была в Киеве. Там вовсю цвели хаштаны. А ты знаешь, что в Женеве вообще официальная весна не начинается. До тех пор, пока на официальном каштане, который растет под зданием правительства, не распустятся первые листочки. Официальный каштан, это очень забавно звучит, конечно. Эта традиция существует в Женеве уже более двухсот лет. По статистике, чаще всего весна там объявляется в марте, хотя нередко и раньше. А в 2002 году каштан и вовсе распустился 29 декабря. Но самым парадоксальным годом был 2006. Сначала весну объявили в марте, а затем еще раз в октябре. Так как дерево неожиданно зацвело снова. Что такое задумчивое? Мы уже пишем. Очень интересное дерево. Пожалуй, о нем целый фильм можно было бы даже снять. Предложи эту идею киностудии радиоуниверситета. Я думаю, они ее поддержат. Они ведь любят все такое необычное. Они снимают кино, они делают репортажи, они рисуют мультфильмы. Они те, на ком сегодня держится народная киностудия РГРТУ «Фильм» имени Геннадия Рязанцева. Создали ее более полувека назад. А своим существованием она обязана незадачливому студенту, которому однажды захотелось снимать кино. Один из студентов радиоуниверситета, которому было, университету всего было 5 лет. И вот он пришел к правком и сказал, а давайте снимать кино. Ему, естественно, покрутили виска, но кинокамеру купили. И этот студент так увлекся кино, что через полгода его, к сожалению, отчислили из радиоуниверситета. Но с помощью этого студента вот 56 историй киностудии и тысячи выпускников, которые занимаются кино. Сегодня же студенты без проблем соединяют учебу и занятия в киностудии. Кстати, здесь можно встретить учащихся не только радиоуниверситета, но и других рязанских вузов. Так, например, Надежда учится на журналиста в Рязанском государственном университете имени Есенина. Но с ее точки зрения занятий в киностудии дают ей гораздо больше в профессиональном плане. В первую очередь не хватает практики. И здесь я могу это полноценно реализовать. Там камера по расписанию, для этого нужно писать заявку. А здесь ты приходишь и просто ее берешь. Там нужно откуда-то найти единомышленников, здесь они все вокруг тебя. Здесь уже есть команда, с которой можно и приятно работать. Есть люди, есть события, есть атмосфера и, главное, история. Можно здесь встретить и тех, для кого студенческие годы уже позади. Ведь главное условие для занятий в киностудии – любовь к тем видам творчества, которым здесь обучают. В студии объединены несколько отделений. Это школа кинематографии и видеожурналистики, школа классической 3D-анимации, школа фотографии и творческая мастерская, где занимаются лепкой, скульптурой и рукоделием. А уж что выбрать, каждый решает сам. Но вот ответить на вопрос, почему они этим всем занимаются и почему со временем не уходят, а стремятся передать свои знания новичкам, ребята могут с трудом. Это самый сложный вопрос на киностудии. Потому что здесь никто никогда не получал никакие деньги, работая здесь на киностудии. То есть сейчас будет лекция вестись, ее ведут целый год, это уже будет третий курс этого человека, Станислава Кудряшова. Тем не менее, он будет этим заниматься. Причем за это он ничего не получает. Техника работы в киностудии такова. Когда ты сюда приходишь, тебе просто так люди отдают. Отдают, дают тебе знания, обучение, опыт, помогают во всем. Через какое-то время ты понимаешь, что теперь ты, твоя очередь. И ты отдаешься дальше следующему поколению то же самое. Сегодня на киностудии снимают игровое кино, социальную рекламу, репортажи. Также ребятами был создан проект молодежного телевидения «Янквижн». Проекты молодежного интернет-телевидения «Янквижн» мы запустили в 2011 году. Специально для этого мы набрали две группы и начали обучать их непосредственно журналистике и операторскому делу в формате телевидения. 1 сентября 2011 года у нас состоялся первый эфир в радиоуниверситете. И теперь каждую большую перемену там вещает телевидение. Иногда есть некоторые задержки, но так в целом каждую большую перемену 20-минутный эфир ежедневно мы выпускаем. Конечно, нас можно найти в интернете, янквижн.тв, оно так и есть, адрес этого сайта. Пока это социальная сеть, потому что мы никак не разбогатеем и не сделаем себе сайт. Ежегодно киностудия принимает участие в различных конкурсах и фестивалях, как регионального, так и международного масштаба. Результаты, конечно, разные, но чаще всего работы киностудии занимают призовые места. За 2012 год у нас 9 всероссийских призовых мест, чуть побольше региональных. Достаточно много. Некоторые проекты признавались лучшими. Так, на форуме «Селегер» молодежный интернет-телевидение «Янквижн» стал лучшим. На крупнейшем молодежном конкурсе видеопроектов «Золотая лента» «Янквижн» стал лучшим. То есть по многим параметрам мы действительно впереди планеты всей, ну, по крайней мере, России. Очень было приятно, когда нам пришло письмо из Австралии, из Сидны, что там показали 9 работ киностудии на Большом зале. Деятельность Алексея на этой киностудии началась со съемок фильма для международного конкурса «Снять за 60 секунд». Задача была сделать ремейк на популярный фильм. Всего было предложено 3 фильма, и эти фильмы надо было сделать ремейк длительностью 1 минуты. Снимали мы его 2 недели. То есть мы сначала его сняли 1 раз, смонтировали, посмотрели, не понравилось, мы перемонтирули все по-другому. В итоге на международном конкурсе мы заняли 6 место. Здравствуй, Алекс. Ты посмотрел все части фильма «Пила». Ты думал, что это выдумка, и с тобой никогда подобного не произойдет? Это игра для тебя. У тебя есть 30 секунд. Живи или умри. В этом фильме мы очень заморочились. То есть всякими эффектами именно камерными. То есть для нас была большая задача снять, например, в проводке ноги. А как? У нас нет ни крана, нет ничего. В итоге мы поставили камеру на обычную игрушечную пластмассовую машинку и тянули ее за веревочку. В числе планируемых проектов киностудии есть и полнометражный художественный фильм «Сказка». Автор идеи Эдуард Житков сам большой любитель сказок, так что он решил снять фильм по мотивам итальянской народной сказки «Злая судьба». В сценарии по сравнению со сказкой есть много изменений, дополнений. Он отличается от сюжета самой сказки. Но основная идея остается прежней. Человек хозяин своей судьбы. Человек может изменить свою судьбу. И удача – это дело его собственных рук в первую очередь. В съемках фильма будет задействовано 12 актеров на основных ролях и около 10 снимутся в эпизодах массовки. Но основные съемки должны начаться уже этим летом. Киностудия РГРТУ «Фильм» – это не просто люди, создающие совместные проекты. Здесь сложилась не одна супружеская пара. Сюда ходят дети, выросших и отошедших от этого любителей медиатворчества. В общем, это единый организм – семья, живущая по своим уже сложившимся устоям. У нас не прижился ни один человек, курящий. У нас не принято вообще говорить о выпивке, например. То есть когда на новом наборе иногда приходят, по-молодежному хвастаться. Слушай, а я вчера выпил не 8 бутылок пива, а 15. Вот, мы на него так смотрим, ну, парнишка, наверное, не туда попала. Да, и они отсеиваются. Попасть сюда легко. И если уж ты тут задержался, то это, скорее всего, надолго. Ведь самому создавать иную реальность – это не просто увлекательно, это волшебно. Ведь лично ты выступаешь в роли создателя. Создатели кино или мультфильма, клипы или рекламы – по большому счету, это не так уж и важно. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы остаемся здесь, выпивать свой кофе. Ну, а вас мы ждем ровно через неделю у экранов телевизоров. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова